мы же все-таки хотим теперь увидеть эту кнопку которая рассчитывает оптимальные бюджеты вообще говоря существуют ли такие подходы к автоматизации добрый день коллеги да меня зовут клеменко александр я покажу да как это работает о чем рассказали мои товарищи как это работает на практике в небольшом айти приложение для демонстрации мы подготовили пример всем там простой всем понятный это обычный плавательный бассейн взяли плавательный бассейн описали его каким образом описали разбили все оборудование которое необходимо для работоспособности нашего производственного объекта разбили на системы системы на функциональные места на каждое функциональное место установили единицы оборудования единицы оборудования прозвузловали до компонентов смоделировали что данные наши для работы продукта мы называем его цифровым механиком рабочее название были получены из ям системы через опять таки excel табличку да из ям системы стандартной ям системы предприятия были выгружены необходимая статистика информация об отказах ее ремонтах соответственно из ерпи системы либо из ям системы у кого как построена получена финансовая информация которая необходима для расчета рисков если каких-то данных не доставало то мы загрузили справочные данные собственной мдм-системы мдм-таир на базе платформы 1с который хранится типовые объекты модели оборудования также разбитые на узлы и в которых хранится информация об мтбф и других параметрах безотказности для типовых моделей как единицы оборудования так и компонентов ну это можно увидеть в виде схемы да что мы разбили на системы добавили определили стоимость воздействий и потери от отказов определили также задали стоимость и сроки стоимость хранения на складах разбив склады на разные группы то есть это при цеховые кладовые склады предприятия и склады поставщика да у нас разные сроки доставки разные стоимость хранения запчастей выбрали критерии оптимизации ну в данном случае для администрационного примера мы используем как говорил артем второй вариант наш базовый критерий оптимизации это когда стоимость риска отказа оборудования вырастает настолько что сравнивать со стоимостью нового компонента либо но новые единицы оборудования в этом случае мы считаем что необходимо заменить компонент ну либо восстановить либо отремонтировать на месте при этом разумеется мы можем регулировать использовать настройки и предприятие может использовать более рискованную стратегию либо менее рискованную зависимости от того как построена ну переключаемся на сам программный продукт вот наш бассейн вот список объектов на которые разбит наш бассейн ну стандартная иерархия там по умолчанию получена из ям системы до наш бассейн то мы назвали его чайка у него есть системы там подготовки воды там регулирование температуры хранения и так далее они разбиты на функциональные места различные и на каждое функциональном месте установлены единицы оборудования например бак разрыва струи которые разбиты на компоненты вот здесь можно увидеть в табличной части какие данные мы загрузили из внешней системы но это данные об оборудовании узлах то есть его там типовые значениям тебе дата ввода в эксплуатацию отказы которые случились получены из ям системы сколько отработали для расчета всех параметров не все необходимые стоимостные показатели то есть стоимость хранения и так далее так на основании этих данных мы рассчитали у меня расчеты честно говоря уже посчитаны просто буквально уже показывают готовые данному будем считать том числе мы посчитали параметры безотказности это вот то о чем говорили мои товарищи то есть это интенсивность отказов вероятность безотказной работы и максимальные риски отказа в случае использования различных стратегий какие риски мы несем случае если мы заменяем на новый компонент если мы заменяем на восстановленный компонент если мы ремонтируем на месте после расчета рассчитываются риски и строится то есть ну можно посмотреть опять-таки какие последствия были рассчитаны для каждой единицы нашего оборудования и компонента да и какие риски были посчитаны на основании этих расчетов система выбирает для каждой опять-таки единицы оборудования и каждого компонента оптимальную стратегию ну тут ремонт на месте Например, замена на восстановленный, где-то замена на новый и где мы должны хранить оптимальное место хранения. Ну вот данные компоненты лучше всего хранить на цеховом складе, выгоднее всего получается. Риски эти наши визуализируются. Система строит, сейчас построит график рисков от времени. Мы называем кардиограммой рисков, потому что похоже. Что мы можем увидеть? Ну, наш, опять-таки, вот это в данном случае я строил для установки контроля жесткости воды, да, если посмотреть. Да, вот наша установка контроля жесткости воды нашего бассейна, да. Система построила график, в котором видно, что после ввода в эксплуатацию, здесь я специально сдвинул дату ввода в эксплуатацию, чтобы ее было видно. Риск отказа компонентов рос непрерывно до момента, когда потребовалась замена или воздействия были оптимальными. В этом случае риск, соответственно, снижается, когда мы на новый заменяем, и продолжает свой рост. Суммарный график роста риска отказов для всего единицы оборудования складывается из отдельных рисков отдельных компонентов. Ну, это, так скажем, грязный график. Поскольку неудобно обслуживать оборудование там слишком часто, то система выполняет гармонизацию графика. Близко расположенные воздействия на наши компоненты и объекты складывают вместе с тем, чтобы мы реже выполняли работы. И итоговый график роста рисков выглядит вот следующим образом. Соответственно, на основании этой информации строится уже диаграмма ГАНТа стандартная, когда какое воздействие мы должны оказать. И на основании этой диаграммы ГАНТа в EAM-систему уже могут быть переданы даты и стоимость воздействий. Также стоимость воздействий может быть посчитана непосредственно в EAM-системе. Ну, и данные также все здесь есть. Таким образом, ну, не используя, опять-таки, длительные расчеты, весьма трудоемкие расчеты наших инженеров по надежности, система сама самостоятельно посчитала, как мы считаем, оптимальную программу обслуживания, когда какие воздействия необходимо выполнять. Что хотелось бы заметить еще? Ну, и в чем преимущество использования, опять-таки, цифровых методов? Использование цифрового продукта позволяет быстро реагировать на изменения внешних условий. Понятно, может быть, изменение курса валют, да, от которых зависит стоимость нашей готовой продукции или стоимость сырья. Возможно, резкие, опять-таки, за внешних или внутренних причин, резкие изменения в производственной программе. Все это за собой влечет изменения и должно привлечь, по крайней мере, изменения в программе ТАИР. Ну, как правило, ну вот в данном случае, да, мы сейчас промоделируем изменение внешних условий. Наш бассейн, он был расположен, ну, представим себе, что он был расположен в обычном там спальном районе большого города. И в какой-то момент посетителей стало очень много. В бассейне образовались очереди. Возможно, тут рядом какой-то бизнес-центр построили с бассейном, куда ходит много офисных работников, а вечером они ходят в бассейны. Либо новые микрорайоны рядом построили. И владелец бизнеса решил изменить стоимость билетов. Решил перепрофилировать. Решил, что при том же, что стоимость должна быть выше. Соответственно, раз стоимость выше, то в этом случае, что это с точки зрения ТАИР? И вообще с точки зрения рисков. С точки зрения рисков, это означает, что наши потери из-за простоя нашего производственного объекта, да, либо там, ну, простой каких-то производственных объектов, они вырастают. Ну, вот в данном случае у нас было, что стоимость простоя нашей установки контроля жесткости, да, воды. Мы теряли 3000 рублей в час, если простаивает эта установка. Если у нас вырастает стоимость билетов, то, соответственно, и стоимость простоя меняется. Ну, я сделал новый расчет, параллельно второй расчет, где у нас стоимость простоя выросла на 20%. Теперь у нас стоимость простоя 3600 рублей, а не 3000, как ранее. Что для нас меняется? В этом случае, если мы посмотрим риски, да, и последствия отказа, каждого отказа, для каждого компонента тоже меняются. Ну, вот если посмотреть, опять-таки, для установки целиком, последствия от одного отказа стоили 84600 рублей, то теперь после возрастания они стоят уже 96000 рублей. Соответственно, раз риск возрос, то меняется и наша программа обслуживания. Если посмотреть старую программу обслуживания, ну, или там, текущую программу обслуживания, ну, вот для станции дозирования я там смотрел. Давайте глянем, сейчас и график, наверное, посчитаем. Первое, если посмотреть, вот первое воздействие было 4 февраля, или какого там оно, да, 4 февраля. Ну, давайте посмотрим на графики. Сейчас, вот тут вот, где наш график. Где-то вот тут, да, он 4 февраля. Следующее воздействие, когда у нас там будет в октябре, да, давайте посмотрим на Ганте, наверное, будет удобней. В октябре, октябрь. Да, вот наше воздействие, оно 16 октября. Если мы посмотрим для точно таких же расчетов, но с большими рисками, то для той же самой станции дозирования у нас первое воздействие наступает уже раньше, 28 декабря, да. И следующее воздействие также происходит раньше, уже в июле, да, 31 июля, 1 августа. Если посмотреть, я это там в табличку маленькую свел, да, что в случае изменения тяжести последствий от нашего отказа, да, изменения внешних условий, наши последствия выросли на 20%, система пересчитала, что межремонтный интервал должен быть уменьшен на 15% для данного объекта. И получили это мы буквально за минуты, такое изменение. Ну, вот это то, что я хотел показать. Коллеги, передаю слово Дмитрию, ну, либо, может быть, есть вопросы. Да, там есть один вопрос. Я понимаю, что тема сложная, неожиданная, то есть, по-моему, этот вопрос очень тяжело. Ну, вот один вопрос, соответственно, по поводу учета данных по диагностике. То есть, как учитывать данные, оперативные данные по диагностике. То есть, у нас стоит система, которая, ну, то, что я вначале говорил, предиктивная, которая перестраивает прогнозы. Но, опять-таки, в моем понимании мы просто меняем МТБФ или МТТР, как о чем я говорил. То есть, мы уточняем это значение. Ну, как я себе представляю, если быть более точным, то у нас меняется вероятность, да, отказа. И, возможно, она влияется не в целом на, а именно ближайшего отказа, на ближайшую перспективу. Ну, там, ожидаемое замечание, что это софт дискуссионный. Но мы, собственно, поэтому его показываем, что мы хотим поговорить, что не пора ли нам рассчитывать некие оптимальные параметры, исходя из исходных данных. Конечно, исходные данные должны быть качественными. Вот, собственно, мы об этом хотели поговорить. Если есть стоимость в обществе, есть стоимость труда, есть стоимость часа простоя, то есть, по этим данным можно считать оптимальная периодичность. Еще мне хочется добавить, что сейчас очень многие предприятия накопили большой объем данных в своих ям-системах, ну, и очень хотелось бы их использовать для, собственно, цифровых решений, то есть, чтобы они не лежали там мертвым грузом, а чтобы предприятия их использовали для вот расчетов. Да, разумеется, тут много дискуссионных вопросов, но мы как раз и хотели бы вместе посмотреть на данные и использовать их. Интеграция с системами мониторинга оборудования, да, предполагается, но это надо делать на конкретном проекте под именно эту систему. Качество запчастей как учитывается? Ну, качество запчастей влияет, в принципе, для себя в собственной МДМ-системе, да, где мы собираем статистику, которая нам доступна о запчастях, о узлах, компонентах, единицах оборудования. В зависимости от производителя, да, оборудование может меняться МТБФ. Если мы устанавливаем дешевую запчасть условного китайского производителя, то МТБФ для нее будет другой, не такой, как в случае, если мы устанавливаем запчасть дорогостоящую, заведомо качественную. Соответственно, и в расчете это будет автоматически учтено. Так, еще вопросы? Вопрос насчет, что она, типа, будет работать только при качественной эксплуатации, качественном обслуживании оборудования. Нет. Это прогнозная модель, это оптимальный вариант обслуживания ТАИР, который не предполагает некачественного обслуживания и некачественной эксплуатации, но она дает ориентир оптимальности. А уже когда вы анализируете факт, вот тут-то происходит выявление, проявление всей вашей некачественной эксплуатации и некачественных ремонтов. Так что мы говорим об оптимальности, а вы говорите о том, что эта оптимальность недостижима при определенных недостатках ваших систем обслуживания и эксплуатации? Да, Егор. Я отвечу на вопрос, на какое количество активов? На бесконечное. То есть у нас есть требование, что в ЯМ-системе есть информация по оборудованию, и по каждой единице есть, собственно, параметры. Стоимость ремонта, часы простоя, и нам все равно, какое количество активов. Для твоей оговорки у нас появился один из победителей бесплатного, так сказать, стриза, когда Александр Зайцев обнаружил, что у нас PH – это не жесткость воды, да? Это кислотность, соответственно. У нас есть курс, построенный на, собственно, примере этого бассейна, тренажер, так называемый, по надежности. Вот, собственно, Александр Зайцев приглашается в качестве бесплатного слушателя на этот тренажер. Тренажер, где мы ни на самосвалах, ни на металлургическом стане, ни на электростанции пытаемся теоретический вопрос с управленной надежностью приложить на практический объект. Вот Артем Милканян как раз ведет этот тренажер. Там и шаровые краны, и частота отказа – все будет иметь правильные ответы. То есть задача учеников понять, как считать на примере относительно простого объекта. Опять-таки, не для всех курс, я не призываю там всю аудиторию записывать, это для тех, кто подошел к теме надежных, которые уже понимают, что такое оборудование, система, отказы, и хотят двигаться дальше. Ну и, соответственно, этот объект, вы его видели, соответственно, он достаточно простой, и он содержит все те же справочники, которые есть в ваших информационных системах. Иерархия оборудования, узлы, виды отказов, стоимость ремонтов, но он уже привязан к конкретному простому объекту. Его не надо описывать, он уже описан. Надо просто понять, какая же оптимальная стратегия для этого объекта, с учетом вот этих вот посетительниц, которые хотят там улучшать свое здоровье. Спасибо, Александр. То есть у нас идея была, вы сегодня, так сказать, участники уникального мероприятия, мы показываем прототип, как мы говорим, бета-версию вот этого, как вы говорите, софта, именно с точки зрения расчета оптимальных параметров всей системы ТАИР. Если вы обратили внимание, там есть и стратегии, ремонт на месте, замена на установление. Есть, мы не обсуждали, разные стратегии обеспечения ТНЦ. То есть по классике у нас есть доставка по вкладу с центрального, с цехового, у поставщика. И вот несколько поколений снабженцев бьется, воюет с механиками, какие же стратегии обеспечения ТНЦ оптимальны. И без математики эту задачу не решить. То есть есть стоимости, есть время доставки и время простоя, которое надо как-то оптимизировать. Ну, если это 100 тысяч позиций, ну, как бы, побеждают снабженцы. Привет! Я мультяшный робот «Простоев нет». Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР» «Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM». Простой – это потеря времени. В рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям. Вы наверняка задавались вопросом, а как наиболее эффективно избежать простоев. Наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем, связанных с ТАИР. Освоив курс, вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства. Курс подойдет инженерам ППР и специалистам по надежности, техническим директорам, директорам производственных систем и их заместителям, руководителям служб эксплуатации и ремонта, участникам проектных команд, развивающих систему управления ТАИР, менеджерам по автоматизации и управлению ТАИР, специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления ТАИР. Программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения. Обучение идет пошагово. Вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов, рассматриваете примеры из практики, пробуете применять полученные знания. Также вы получаете доступ к общей группе студентов курса, где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками. Курс проходит онлайн на нашей платформе SDO, а простоев, нет. Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР, от простоев, нет, которые реализованы в России и СНГ. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика, тестирование и вебинар обратной связи. А по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат. Обучение уже прошли более 1500 специалистов ТАИР из 300 производственных компаний. Переходите по ссылке под этим видео и записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса. До встречи на курсе! Субтитры создавал DimaTorzok